Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины под названием «Источниковедение». Сегодня у нас с вами видео-лекция номер 3 на тему «Типология и классификация исторических источников». Итак, типология и классификация исторических источников – это научная систематизация исторических источников. Нам необходимо выделить какие-то определенные сущностные черты. Классификация направляет наши поиски на нужные классы или отряды исторических источников. Надо сказать, что подобные схемы, типологии и классификации различных существуют и в других науках. Что касается «Источниковедения», то одна из первых схем была предложена учеными Бергеном и Дройзом. Они предложили делить источники на две большие группы – «Исторические остатки» и «Исторические традиции». Первые, исторические остатки, напомню, непосредственно отображают прошлое, которые созданы непреднамеренно. То есть, эти источники – это предметы быта, утвари, делопроизводственные документы. То есть, их делали не для того, чтобы специально потом оставить потомкам в виде какого-то исторического источника. А вот вторые, напомню, исторические традиции, источники возникают тогда, когда историческое прошлое передается сознательно, преднамеренно. Тогда, когда создается летопись, пишутся чьи-то мемуары, дневники, то здесь намеренно это для будущего, для потомков, для тех, кто будет исследовать ту или иную проблему впоследствии, в дальнейшем. Надо сказать, что эта схема Бергена и Дройза использовалась и в XIX веке, и в первой половине XX века. Но вскоре ученые стали осознавать, что эта схема сама по себе достаточно условна. В источнике как историческом остатке есть некий элемент преднамеренности. А в источнике традиции источники являются сами остатками того времени, когда были созданы. Соответственно, стали создаваться другие самые различные схемы. Эта проблема особенно остро обсуждалась в 60-е и 70-е годы XX века. И наибольшее распространение получила схема ученого Пушкарева, который в 1969 году защитил диссертацию по данной проблематике, а в 1975 году выпустил монографию, в которую предложил свою классификацию. Сейчас мы о ней поговорим чуть позже. Отметим для начала, что его схема является не единственной. Например, известный исследователь, ученый, академик Ковальченко, предложил разделить все источники на вещественные, письменные, изобразительные и фонические. Видите, четыре типа, да? Другой ученый Шмидт предложил делить источники на вещественные, изобразительные, словесные, конвенциональные, поведенческие и звуковые. Уже шесть типов, как вы видите, да? Теперь вернемся к классификации Пушкарева. Все множество исторических источников Пушкарев предложил разделить на семь типов. А что же такое тип, да? Типы – это большие комплексы исторических источников, отличающихся особым способом кодирования информации. Итак, начнем с первого типа, очень распространенного. Это вещественные или материальные источники. Это орудия труда, предметы быта, оружие, утварь, одежда, мебель и так далее. Изучением этих источников занимаются археологи, музееведы, униформисты и многие другие ученые. Этот тип интересен тем, что дает представление о материальной культуре общества, о сырье, тканях и так далее. То есть материальные памятники могут свидетельствовать об уровне технологий, допустим, качестве шлифовки того же материала, отделки, оформления. В качестве недостатка отмечается, что материальные памятники – это немые памятники. Но я бы здесь, честно говоря, поспорил. Давайте посмотрим. Вот у меня в руках случайно оказалась шариковая ручка. Вот одна из десятков, которых у меня где-то на столе лежит. Вот одна из них. Сейчас попалась мне в руки. Настолько ли это немой памятник? Во-первых, давайте посмотрим, что в нем написано. На нем написано, что это компания Winning, пару иерографов по-китайски, год 2011. Но нетрудно догадаться, что здесь написано, что это китайская компания с английским названием, которая образована 10 лет назад. Здесь указано словосочетание Ball Pen. Это шариковая ручка по-английски. То есть это действительно ручка, которая использует пасту и с наконечником, со стержнем, где есть такой маленький шарик. Причем здесь даже указан его диаметр 0,7 мм. Это диаметр шарика, насколько тонко пишет эта ручка. Ручка, смотрите, состоит из двух компонентов. Вот есть пластиковая часть и есть резиновая часть. То есть, когда мы держим ручку следующим образом, то здесь пластик может проскальзывать. То есть, рука может соскальзывать. А здесь резина не дает, видите, не дает пальцем соскальзнуть и вот писать достаточно удобно. И так, видите, даже двухкомпонентная ручка, пластик и резина. А еще о чем может эта немая якобы ручка нам рассказать? На самом деле, смотрите, тут написано шариковая ручка. А мы знаем, если не знаем, я вам напомню, что шариковая ручка была изобретена в начале 1940-х годов. Братьями Биро, одного звали Ласло, второго не очень помню, не важно, да? Братья Биро, американцы венгерского происхождения. Вот они в промышленное производство запустили ручку где-то в 1943-м году, если я правильно помню. Или в 1944-м. Не суть важна. В начале-середине 40-х годов. То есть, эта ручка появилась позднее середины 20-го века. Причем, я думаю, что первые ручки шариковые, они были гораздо большими по размеру. И диаметр этого шарика был, естественно, гораздо больше. Так что эта ручка модернизирована, естественно, да? Усовершенствование. Ее смело можно отнести, а видите, дата основания компании 2011-го. Значит, она была сделана как минимум после 2011-го года. То есть, возраст этой ручки меньше 10 лет. И совершенно точно можно ее примерно по времени уже определить. Где-то во второй десяток, во второе десятилетие 21-го века. Итак, видите, недостаток вещественных источников, они немые. Ну, какие же они немые, собственно говоря, да? Я вам другой пример приведу, очень забавный. Где-то я прочел, кажется, у Конно Дуэля, что... Представьте себе такую ситуацию. Вот шахтеры работают где-то там в шахте на глубине, там, большой глубине, допустим, полтора-два километра. И их там завалило, да? Извлечь их не смогли. И вот там они погибли, эти шахтеры лежат там где-то на глубине в два километра. Потом проходит 500 тысяч лет, допустим, да? И археологи далекого-далекого будущего находят... Вот срывают эту гору, допустим, и натыкаются на человеческие останки, на орудия труда какие-то там и так далее. И что? И они начинают строить какие-то дикие теории о существовании человека в каменноугольных пластах, да? Ну вот же, правильно, вот он, каменноугольный пласт, вот человеческие останки, вот орудия труда. Понимаете? То есть совершенно бредовая появляется идея, исходя из вроде бы очевидных вещей, да? Вот. Так что любой вещественный источник, он должен еще проходить, так сказать, логически сложный такой анализ. И не всегда, так сказать, самое очевидное является самым правильным, да, в отношении этого вещественного источника. Ну, пойдем дальше. Дальше этнографические источники, второй тип. Это обычаи, нравы, традиции, обряды. Интересны тем, что передают информацию об обычаях данного общества, о религиозных представлениях общества. Рассказывают много о дописьменном этапе того или иного общества. Их изучением занимается этнология или этнография, как ее раньше называли. Третий тип. Лингвистические источники. Это данные языка. Существуют определенные законы развития языка, и изучением языка и его развитием занимается историческая лингвистика. Четвертый тип. Фольклорные источники. Это произведения устного народного творчества, а именно пословицы, поговорки, сказки, легенды, былины, саги, даже анекдоты. Изучением их занимается фольклористика. Они интересны тем, что передают события, факты, которые не находят отражения, как правило, в письменных источниках. И много фактов до письменного периода могут быть в них отражено. Пятый тип. Это кино и фотоисточники. Естественно, их появление связано с развитием науки и техники. Первые фотографии были созданы, на самом деле, не так уж и давно, меньше двухсот лет назад. В 1839 году были созданы первые фотографии. Уже в 1842 году появляются первые негативы и позитивы. Киноисточники появляются с 1895 года. Именно в этом году, 28 декабря, братья «Люмьер» устроили первый премьерный показ кинофильма. Это было прибытие поезда на станцию. А в России, допустим, первые кинофильмы появились весной 1896 года. Кино и фотоисточники интересны тем, что дают внешнюю картину событий. Минусы этого источника, показанного на экране, может не соответствовать исторической действительности. Ну, как вы понимаете, да? Монтаж, фотошоп и так далее, и так далее. Шестой тип – фоноисточники. Это восковые валики, магнитофонные пленки, комбакт-диски. Еще в июле 1877 года великий изобретатель Томас Эдисон создал первую звукозаписывающую аппаратуру. Это были восковые валики. И эти источники, этот шестой тип источников, интересен тем, что передает звуковую атмосферу той или иной эпохи. И, наконец, мы подходим к последнему седьмому типу. Это письменные источники. Занимают главенствующую роль в исторических источниках, так как они могли передавать самую разнообразную информацию и сами могут быть очень разными. Историки, надо сказать, в первую очередь ищут именно такие источники. Изучением письменных источников занимается целый комплекс помогательных или специальных исторических дисциплин, которые делятся на две группы. Первая группа исследует отдельные разновидности письменных источников, например, эпиграфика. Она изучает письменность на твердых поверхностях. Вторая группа занимается изучением отдельных аспектов письменных источников, например, палеография. Занимается внешними разновидностями письма. Асфрагистика занимается печатями, как известно, и так далее. Больше всего этим занимается источниковидение. Количество письменных источников многообразно. Общепринятой классификацией письменных источников является классификация по видам, предложенная в 1960-х годах Витушевской и Пушкаревым. Все множество письменных источников принято делить на виды. Виды – это исторически сложившиеся комплексы источников, отличающиеся внутренней формой или структурой источника. Каждый источник имеет содержание, внешний вид, а есть еще внутреннее содержание, упорядочение текста. Исторический факт может найти отражение в источниках различных видов. Виды мы делим на разновидности. То есть мемуары могут иметь, допустим, разновидность воспоминания, биографии, художественных воспоминаний, документированных воспоминаний и так далее. Может быть локальная тема, классификация, созданная для своего личного исследования. Можно классифицировать по типовидовому стилю, по авторству и так далее. То есть появление подобных видов и отдельных разновидностей связано с потребностью людей. На этом основная часть нашей лекции завершена. Я познакомлю вас с рекомендуемой литературой по проблеме. Это учебное пособие для студентов вузов Голикова под названием «Методика работы с историческими источниками. Москва, 2014 год. Издание». Это работа Игибаева «История Казахстана в источниках и материалах. Учебное пособие Алматы, 2013 год». Это работа, монография моего коллеги, доктора исторических наук Нурдзай Кишановича Абдулаева «Вопросы методологии и методики исторических исследований. Октябрь 2009 год. Издание». Это известный учебник источниковедения Данилевского «Москва, 2000 год. Издание». Это «Теорико-методологические проблемы источниковедения и историографии». Это работа нашей коллеги из Кастаная Турижановой КГТУ имени Байтурсынова, 2013 год. Издание. Это учебное пособие Потемкиной на тему «Теория и методология истории». Кстати, есть электронный ресурс, можете посмотреть ссылку в вашем силабусе. Эта работа вышла в Москве в 2015 году. Это замечательная книга «История исторического знания» Репиной Зверева-Парамоновой «Москва, 2004 год. Издание». И две работы, которые вышли еще в конце XX века. Это «Вопросы теории и методики исторического исследования Пронштейна и Данилевского. Москва, 1986 год. Издание». И упоминавшийся академик Ковальченко выпустил монографию под названием «Методы исторического исследования. Москва, 1987 год. Издание». И в завершение традиционно вопросы для закрепления. Первый. Кто предложил разделить источники на исторические остатки и исторические традиции? Ну, если вы внимательно смотрели видео-лекцию и слушали, вам не составит труда ответить на этот вопрос. Идем дальше. Второй вопрос. Какую классификацию исторических источников предложил академик Ковальченко? Третий вопрос. Что относится к этнографическим источникам? Внимательно подумайте над этим вопросом. Четвертый вопрос простой. Это на факт, на знание, когда и где была изобретена первая фотография. Ну и, наконец, пятый и последний вопрос. Какую роль сыграл Томас Эдисон в создании фоны источников? Мы еще раз подчеркнем личностный фактор в истории и роль выдающегося изобретателя Томаса Эдисона, у которого более тысячи патентов на различные, очень полезные для человечества изобретения. Итак, вот это пять вопросов для закрепления. На следующей лекции мы с вами поговорим о понятии исторического источниковизня и об исследовательской работе с источниками. Благодарю за внимание.